Приходили через года полтора, наверное, после операции. Ну, ребенок уже прям набрал и весе набрал. Да, ну, все хорошо. То есть вот за это я себя похвалил тогда. Эту непростую операцию Дмитрий считает одной из лучших. Больше полугода кишечник ребенка был выведен наружу. Хирург Лебедев вернул его на место. Это если описывать не медицинскими терминами. Все прошло без осложнений. В больнице рядом с Дмитрием работает и супруга Анастасия. И она, в свою очередь, не может забыть ребенка с полным разрывом селезенки. К сожалению, не получилось это лапароскопически разрешить. Пришлось перейти на открытую лапаротомию. Но, честно, тогда я именно прочувствовала, что такое экстренная хирургия. Сегодня Дмитрий как раз наблюдает за работой Анастасии в операционной. Ей 25, ему 29. Познакомились на медицинской конференции. Поженились в День медика. Он стал для меня примером, учителем. Я всегда, когда смотрю на него в операционной... Ну, это не передавать словами, когда ты видишь своего партнера в деле, как он работает, ты испытываешь гордость. Детская хирургия супругов затянула. Анастасия пока в ординаторе, Дмитрий делает по 8-10 сложных и не очень операций в день. Как-то особенно к проведению хирургического вмешательства не готовится. Да и приметы есть только перед дежурством. Ритуалы, наверное, есть больше связанные с дежурствами. То есть, я не знаю, выкинуть весь мусор из дома, чтобы дежурство прошло хорошо. В операционной есть свои тоже нюансы. Если, допустим, упали инструменты, обязательно постучать по полу, чтобы тоже, опять же, дежурство было хорошим. Супруги свое мастерство хирургов постоянно повышают. Дома обсуждают операции, говорят, ни разу не поругались. Читают медицинскую литературу. Кстати, за последние 10 лет хирургия серьезно шагнула вперед. Сейчас больше отдается предпочтение лапароскопическим методикам, либо в урологии пневмовизикоскопическим. То есть, это когда мы через внутри мочевого пузыря операция проводится. Либо внутри брюшной полосы. То есть, делаются маленькие проколы, вводится камера, и, собственно, все делается с помощью маленьких инструментов. Раньше это тоже было, но сейчас прям повсеместно. Такого рода операции легко проводят даже медики на втором году ординатуры. Вообще, детская хирургия отличается от взрослой прежде всего тем, что зрелому человеку не надо объяснять, для чего его везут в операционную. Здесь своя специфика. Необходимо найти не только общий язык с ребенком, но и с родителями. У всех операций есть какие-то небольшие проценты, как рецидивов, так и осложнений. Не то, что ругают, но недовольство, конечно, тоже присутствует, но очень мало. То есть, стараемся, работаем. В основном, это, конечно, благодарность. Дети – это самое ценное. И когда ты видишь, что они быстро выздоравливают, и после проведенной операции сразу же встают на ножки, ну, это бесценно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.